Реконструкция второго зала в спортивном блоке КСК КФУ УНИКС. Какие тайны хранит библиотека Казанского Федерального Университета о Николае Лобачевском? Математик Николай Лобачевский один из самых знаменитых ученых России. Будучи у истоков невклидовой геометрии, Лобачевский вписал свое имя в историю мировой науки своими революционными открытиями. Всем привет! В эфире Универ Мюз, а студия Марья Мякубова. Ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Президиума Академии Наук Республики Татарстан. Были рассмотрены вопросы по лингвальному образованию и актуальные проблемы прикладной педагогики. Также ректор добавил, что ВУЗ является одним из немногих, где воспроизводят педагогический кадр с целью сохранения национальной культуры и языка. В спортивном блоке КСК КФУ Уникс состоялось открытие спортивного зала номер 2 после реконструкции. Теперь у студентов и сотрудников КФУ появился полевой тир. Смотрим. В открытии тира для полевой стрельбы в спортивном блоке КСК КФУ Уникс приняли участие ректора Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров. Дай Бог, чтобы все наши начинания нравились прежде всего нашим студентам, поскольку университетам, это прежде всего и студенты, и преподаватели, и сотрудники. На сегодняшний день мы должны всегда парковать в хорошем балансе и интересном желании. Начальник отдела физического воспитания населения и физикультурно-оздоровительной работы Министерства спорта Республики Татарстан Дмитрий Дорогов. Вице-президент Федерации стрелковых видов спорта Республики Татарстан Николай Васюхин. А также четырехкратная чемпионка мира по спортивной стрельбе Олимпийский призер Светлана Демина. Также ректор университета добавил, что сам культурно-спортивный комплекс КФУ за последние годы заметно преобразился. Буквально недавно был открыт шахматный клуб имени Анатолия Карпова. Осуществляет свою деятельность в Центр студенческой жизни, налажена работа научных кружков, различных спортивных центров. После того, как почетные гости перерезали традиционную красную ленточку, они стали первыми посетителями Тира. Действительно, Тира – это действительно очень хорошее дело. И для нас, для стрелков, для спортсменов мы очень рады, что действительно в доступности, потому что наши виды спорта все-таки находятся за пределами города, мирный и на полис. А здесь, в городе, мы очень рады. Дай бог, что если вот говорят, что в дневной будет это студенты, а потом будут, можно дети. Это супер. Российская чемпионка также отметила, что научиться стрелять никогда не поздно. Тир у вас получился замечательный. Вы большие молодцы. Осталось только теперь, именно чтобы студенты ваши заинтересовать их, чтобы они стремились к покорению спортивных вершин. Тиры для спортивной стрельбы могут оттачивать навыки для участия в соревнованиях учащихся и сотрудники Казанского университета. Со второго семестра в учебном плане будут предусмотрены часы на занятия по стрельбе из различных положений. При проведении студенческих спартакиад и спортивных мероприятий для сотрудников данный вид спорта будет включен в программу соревнований. Елизавета Никитина, Фариз Захитоглы, Универньюз. Пока люди лечили каждой чьих антибиотиками, бактерии вырабатывали иммунитет. Решить проблему устойчивости к лекарствам взялись наночастицы серебра и ученые Казанского федерального университета. С середины 20 века доступность антибиотиков стала для россиян соблазном принимать их по любому поводу. Годы самолечения не только вытравили все хорошее из организма, но и подначивали патогенные микроорганизмы искать способы самообороны. Бактерии и вирусы это огромная армия, которые приспосабливаются к меняющимся условиям, причем гораздо быстрее, чем мы. Естественно, они вырабатывают устойчивость к существующим лекарственным препаратам. На помощь лекарственным препаратам приходят в том числе и наноматериалы. И одним из самых эффективных среди наноматериалов является наночастица серебра. И мы комбинируем антибактериальные свойства растительного препарата и наночастица серебра. Получить наночастицы серебра можно несколькими способами. Химические и физические методы потребляют много энергии и могут привести к образованию токсичных побочных продуктов. Биологический синтез позволяет легко контролировать размер и форму наночастиц и получать результат с высокой биосовместимостью. В проекте задействовано 8 сотрудников, в том числе и студенты. То есть изначально инициатором была я как руководитель проекта. Он рассчитан вообще на 3 года. Работы предстоит еще очень много. И говорю, анализ литературных источников показал, что, например, наноматериалы со сфагнумом, с какими-то его частями, с экстрактами, их не было получено. Поэтому нам во многом остается опираться только на свои исследования. И зачастую мы не можем обратиться к литературным данным, чтобы сравнить полученные нами результаты с какими-то литературными источниками. То есть в этом есть и плюсы и минусы. С одной стороны, приятно, что мы двигаемся, скажем так, впереди новых исследований. С другой стороны, это налагает большую ответственность. И поэтому очень многие вещи нам приходится повторять и повторять, чтобы убедиться в полученных результатах. В 2021 году исследование сотрудников лаборатории бионанотехнологий Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета поддержал Российский научный фонд. Ариадна Кугушева, Универньюз. Проект Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета победил в конкурсе 50 инновационных идей Республики Татарстан. Научно-исследовательский проект под названием «Этнография и творчество» был направлен на практик-ориентированность. У нас институт молодой. У нас слаженная команда, которая своей стратегической целью ставит заявить себе ярко, мощно. В Казанской библиотеке хранятся редкие материалы, написанные великим ученым Николаем Лобачевским. О том, какие конкретные экспонаты и какова их историческая ценность, в нашем следующем сюжете. Математик Николай Лобачевский – один из самых знаменитых ученых России. Будучи у истоков невклидовой геометрии, Лобачевский вписал свое имя в историю мировой науки своими революционными открытиями. Лобачевский был первым ректором Казанского университета из числа его студентов. Он пробыл на посту ректора университета 19 лет. С 1827 года по 1846. А всего отдал своей альмаматор более 40 лет. С осознанной ему энергией новый ректор сразу погрузился в хозяйственные дела. Он занимался реорганизацией штата, строительством учебных корпусов, механических мастерских, лабораторий, поддержанием библиотеки и минералогической коллекции, а также участвовал в создании Казанского вестника. Николая Ивановича выдвигали всюду, где нужно было серьезно и ответственно работать. И в 1819 году ему поручили привести в порядок университетскую библиотеку. И с 1825 года в университете ввели должность библиотекаря. И с 1935 года он исполнял ее, будучи уже ректором. Также, помимо библиотеки, при Николае Лобачевском в университете был создан большой физический кабинет. Построена обсерватория, клиника и отремонтированы другие здания. По его инициативе начали издаваться ученые записи Казанского университета. Одновременно с преподаванием Лобачевский читал научно-популярные лекции для населения. И неустанно развивал и шлифовал главное дело своей жизни – неевклидовую геометрию. Николай Иванович Лобачевский сам занимался комплектованием фонда библиотеки и вел строгие правила по сохранности книг. Он придумал ставить вместо книг деревянные муляжи-заместители со значением, какая книга кем и когда взята. Посторонние посетители обслуживались в отдельной комнате. Профессорам же университета разрешалось брать книги на дом. Имя Николая Ивановича Лобачевского – величайшая гордость русской науки и философской мысли. И библиотекари по праву гордятся, что гениальный математик принадлежал к их цеху. Первый набросок новой теории, а именно доклад «Сжатое изложение. Начал геометрии» Лобачевский сделал 23 февраля 1826 года. Именно эта дата считается днем рождения невклидовой геометрии. К сожалению, с годами великий ученый начал терять зрение. Последовала отставка, и Лобачевского назначили помощником попечителя Казанского учебного округа. К сожалению, свою последнюю работу под названием «Пангеометрия» он мог лишь диктовать. Как преподаватель и как ректор он всемирно способствовал превращению провинциального учебного заведения в подлинный университет с мировым именем. Амир Ахтямов, Хафиз Гараев, Универньюз. Субтитры делал DimaTorzok До новых встреч!